Всем привет, мои подписчики, гости мои в Канаде. Сегодня я напишусь в село Бышков, в Касаратовской области. Занимаюсь металлопоиском, точнее поиском. Сейчас покажу, как я это делаю. До отъезда в Германию я активно занимался. У меня вот такой металлоискатель, сейчас я вам покажу. Такой металлоискатель Minilab XT305, при помощи которого я хожу и ищу. И сейчас мы посмотрим, как происходит поиск монет. Вот так вот я хожу и ищу с моим металлоискателем. Видите, сигнал подает 40. Есть еще 36, 24, 44 сигнала тоже идет. Но пока все это еще черный металл. Я знаю, что когда другой будет сигнал, точно будет монета. И так вот у меня хороший сигнал, 40 подает, похоже на монетный. Здесь такой вот кирпич. Смотрите, какой он хороший сигнал, может быть похоже на монетный. Я положу металлоискатель. Так. Ну, посмотрим. Сейчас возьмем лопату. Попробуем копнуть. Так. Пока не видно. Берем металлоискатель. Сигнал идет хороший. Скорее всего будет монета. Монета. Смотрим. О, звук идет. Вот она точно. Вот она. Монеточка. Одна копейка Николая I. 1902. 1910 года. Плохо может быть видно. Вот такую вот я нашел монетку. Потом покажу сколько в конце нашего копа я нашел монет вообще. Вот там участок, где мы ищем монеты. Где-то заброшенные фундаменты. Точнее вот там вдалеке видно улица. Раньше здесь тоже была улица. И сейчас остались только фундаменты от домов. Я со своим другом, здесь Буяновым Алексеем Захаровичем, которым мы постоянно занимаемся поиском монет занимались. Вот мы с ним встретились и сегодня опять выехали поискать монеты. И вот там тоже дальше вдалеке это тоже все стояли дома, шла улица. И вот мы ходим сейчас по этим фундаментам. Так, и за сегодняшний день я нашел 13 монет. Вот видно их. Все, на этом день наш заканчивается. Всем большое спасибо. Bis bald. Tschüss. Субтитры сделал DimaTorzok